здравствуйте друзья интересная тема у нас сегодня я тут себя поймал на том что через пару дней день рождения очередной и вспомнилась вот это вот двойственность времени знаете с одной стороны кажется что летит прямо вот так на крылышках с другой стороны думаешь как много всего туда упаковывается то есть вроде бы вот мы год назад так ну правда вот год назад вроде как совсем недавно у меня было 60-летие мы там собирались в таком банкетном зале и видео трансляцию оттуда вели вот и и вроде как недавно совсем с другой стороны когда я хочу думать боже что же за этот год произошло там такое количество событий невероятно и так все спрессовано знаете когда маленький вот кажется время так медленно идет хочется стать взрослее как-то вырасти и да и все это тянется тянется сейчас например не хочется но все равно быстро наоборот все получается как-то быстро несется помню было мне 25 лет исполнилось я первый раз как-то в день рождения как-то мне стало немножко не по себе как-то взгрустнул его как-то уже 25 лет и лишь и что что что-то сделал свои 25 лет и вот с этого момента как-то дни рождения не не были радостным событием о боже мой опять очередная отметка опять надо как-то знаете как вот рапортовать а чем вот а когда какой-то переваливаешь значит горку на ту сторону по-другому относишься вот я помню когда к 30 приближаешься думаешь боже знаете еще там ты еще не там думать а есть ли жизнь после 30 знаете вот как-то а потом расти 30 а вроде нормально смотрят полет нормальные все хорошо так потом то же самое когда-то к сороковнику приближаешься к полтинечку как-то как там вот а сейчас я что-то уже и перестал даже внимание обращать там во первых совершенно очевидно что это не мой возраст то есть он может там где-то биологически но я настолько настолько далек там от 61 что вы как-то в моих представлениях знаете мы-то выросли в такое время когда люди рак рано старели сейчас вот повсеместно и я смотрю доходит там ну там девчонки там 30 лет даже боже вот наши такие были в 20 и ну ну правда и вот люди которые постарше тоже несоответствие такого вот стереотип что ли возрастного который был там скажем 30-40 лет назад и того что вот сегодня происходит ну ну совершеннейшее несоответствие поэтому как-то мне подсознание подсказывает так ты же живот же должен вот там к пенсии готовиться хотя я бы я уже я бы уже был целый год пенсионного возраста в ссср в россии да я если бы не уезжал никуда я может целый год был пенсионного возраста а здесь я только жить начинаю мне еще до пенсии там шесть лет ну почти там пять с половиной так что интересненько вот так что такие вот мысли о вечном и я смотрю на последние несколько недель я смотрю на вот текущую неделю так все упаковано спросова настолько событий вот я сейчас я сегодня вторник я еду на урок первый урок сегодня новая группа собирается и из местных не из приезжих собирается местная группа лето вообще немножко ну к лету ближе так немножко такой slow down но вот их что там человек 20 с небольшим там мнение толпы большой нет но неважного собирается группа я еду вести первый урок ведь тут я рубашку одел может пуговичку застегнуть еще одну вот значит в четверг прошлый началась группа в онлайне а я я даже анонсмен делал началась группа в онлайне и сегодня у них третий урок сегодня да слушайте а сейчас утра веду одну группу не вот пять часов до с 10 до 3 я веду одну группу вечером с 6 до 7 я веду вот эту онлайн его это будет третий урок после третьего урока они должны определиться остаются они или не остаются их там сейчас 270 человек и обычно остается две трети но я да я даже не знаю я боюсь загадывать но много растет больше того я параллельно переписываю как был онлайн новый курс то есть там получается такая история там есть домашнее задание и я говорю вот посмотрите видео и эти видео я никогда специально не писал я просто из уроков их брал и туда ставил я вот смотрим вот это а дальше мы на уроке будем обсуждать и дальше пойдем вот мы продвинемся относительно вот эту а тут я уже думаю но надо тогда отдельно записать уже время идет и надо как-то меняется меняются представления о том что вообще что-то нужно включить в класс так далее в общем я сейчас переписываю его то есть я специально но не каждый день но частенько вот вчера например я записал вот такой пререкорд это вебинар так куда и сегодня мне тоже надо будет один еще записать то есть вот я проведу урок потом я запишу этот пререкорд это вебинар а потом пойду на онлайн и вы урок с этим а а между между сегодня и четвергом врач мы должны будем оприходовать но вот сколько там будет платежей да это может быть там полторы сотни там где-то между полторы и две сотни платежей значит надо их там отловить в нашей системе надо административно это все там проследить чтобы люди там записались переписались там базу данных внеслись там и так далее там много всего это вот между сегодня 7 часов вечера ну я не знаю вот между семь вечера сегодня и допустим пятью вечера четверг ну двое суток вот за эти двое суток они начнут должны там оплатить мы должны все это зарегистрировать много всякой суеты в обличину и в пятницу у нас будет приглашенный лектор очень интересный дядька будет рассказывать там серьезные вещи будет рассказывать я специально пойду послушать хотя у меня в принципе пятницу день рождения и у меня в пятницу собственно выходной я по пятницам выходной мы в четверг вечером уезжаем как правило санта кросс но сейчас я не поеду на останусь и посижу там у него на лекции значит на пульте там покручу чтобы запись была хорошая это на английском все поэтому как бы я не знаю я могу может быть какие-то фрагменты вывесить потом на английском но но как бы целиком я не буду и и субботу мы идем 29 субботу 29 мы идем на модное шоу друзья международное шоу и там нам нам выдали по медийному такому пропуску там через знакомых вот и мы пойдем снимать значит обвешиваемся камерами там треногу возьмем и пойдем снимать надо будет поехать сан-франциско и мы вам покажем модное шоу покажем даже может быть такие вещи которые так обычно и не увидишь потому что с этим медийным паспортом пропуск мы можем попадать на некоторые вещи на которые просто так человек зайти не может например там есть ну дизайнеры и организаторы вот этого показа у них там есть какое-то время там навстречу с прессой там полчаса очень забавно и они что-то там расскажут я не знаю я не думаю что вам сильно интересно там из мира моды я надеюсь я как-то вот я надеюсь что я понимаю интересы нашей аудитории но ну по-любому просто интересно как это происходит в америке там интересно как мы со светой откомментируем там будут еще наши соотечественники кое-кого вы знаете уже по нашим сюжетам кое-кого еще не знаете я надеюсь там там завести какие-то закон знакомства ну во первых опять с русскоязычными и и и с нерусскоязычными чтоб можно быть их потом там на наш канал позвать и вот даже не знаю мне постоянно хочется добавить может быть американцев каких-то к нам на канал но понимаете я я понимаю что подавляющее большинство нашей аудитории не не может свободно как бы воспринимать речь поэтому станет вопрос субтитров или там какой-то переводы если это головная боль нет сил на это на все то есть снять силы есть а допустим переводить дублировать и так далее уже нет вот вот он символ времени то да прямо перед нами тут фигуряет сейчас мы его подожмем да ну что так вот я что хочу сказать то а столько дел еще до которых просто руки не доходят это словами не передать сколько еще всего и пока человек пока человек занят чем-то пока он ну работает там какие-то планы у него творческие и так далее он крепко-крепко так связан с жизнью вот а когда человек перестает чем-то заниматься то вроде как и связи с жизни никакой нет и никому он не нужен и сам себе не нужен как-то вот что-то перерывается какая-то какая-то линия такая энергетическая я видел людей которые выходили на пенсию и у них был тяжелый период когда нужно было понять как жить дальше потому что вот естественная рутина которая их держала тянула может быть даже и надоело им но все равно поддерживал их в каком-то состоянии когда этой рутины нет а должна быть какая-то другая рутина и и вот если если отсутствует хоть какая-нибудь вот тогда проблемы начинаются человек начинает болеть человек начинает не знаю там морально себя не очень хорошо чувствовать а это связано с тем что болеть и пошло и поехало поэтому хорошо когда нас с жизнью много чего связывает дети и внуки стройки даже вот тот же youtube вот вот вы все да там сто пятнадцать тысяч с половиной наших подписчиков точнее какая мощная связь правда какой и грегор который дает силы дает энергию настроение хорошее есть для чего есть для кого да мне светлана говорит ты знаешь что когда ты перестанешь вот так вот может быть совсем работать то мы тогда будем вот ездить сюда снимать мы будем путешествовать снимать тут снимать там снимать здесь там и так далее будет больше времени на съемки всякие ну не знаю наверное наверное у меня то конечно есть такое подозрение что если я перестану заниматься школой то существенная часть интереса к нашему каналу улетучится потому что со школы я как бы в эпицентре событий на рынке труда и в иммиграционном котелке тоже таком булькает и мы там рядышком стоим да поэтому я думаю что эта линия привносит очень много в наш канал тоже мне некоторые говорят а ты вот абстрагируйся вот от этого от этого от этого пусть будет просто там про кремниевую долину ходи по музеям встречайся с предпринимателем там и так далее но это же не то чем я живу понимаете там хождением по музеям и встречами с предпринимателем то есть я могу иной раз если есть возможность если время есть времени что же нет вот так я пришел в офис зашел человек мы с ним раз сюжетится и на всеобщее обозрение или там ну опять же тортики приносит опять же гости канала так приехал в фейсбук зашел там в гугл зашел и к нам а мы его тут же раз и засняли вот так что конечно вот это место и вот это вот вовлеченность вот эта школьная дают дают подпитку каналу очень сильно так мне кажется я не знаю я это так понимаю а мне еще говорят а ты лично отключись мало ли о чем ты рассказываешь но ты же как-то у тебя получается лично е вот ты лично там день рождения лично там я не знаю что лично внучка лично там лично там стройка какая-то ваша лично доехал до дому и теперь тебя могут там вот люди смотрят на картах смотрят где ты живешь там софтвером там разным и так далее вот и отключи личное я думаю а чего отключи почему отключи ну не знаю в общем мне так кажется опять что все это довольно так гармонично завязано все-таки это такой как бы личный блок я же не от организации там ничего чего мне лично там интересно я и показывают я люблю лимончик который на даче растет и вот я его показываю я от него балдею вот мне там под этим видео с лимончиком последним там наш зритель из сакрамента прислал сюжетик он там есть я его пропустил насквозь сюжетик как у него лимонное дерево в сакраменто растет но послушайте это дерево не дерево это целая роща лимонное понимаете так и такое одно дерево ну а наш маленькая такой вот но мы его любим поэтому это так такой как бы достаточно личный тоже разговор о жизни там смотрим в окошко и рассказываем чего видно чего видно в этом окошке а чего в том вот из окошка автомобиля вот этот вид из окошка офиса другой вид из окошка на даче третий так так мне кажется я даже заметил знаете чем когда мы вот в путешествия какие-то едем так нас гораздо меньше смотрят и если по америке еще хоть как смотрят то например когда мы там в европу куда-нибудь вот в италию мы ездили или там в Киев там уже скоро четыре года назад так просмотры падают вдвое никому не хочется смотреть Италию или там Киев вот тебе на хочется про Америку а чё же мы не против про Америку мы с удовольствием про Америку то эх ну чё ребята я возвращаюсь к высокому к философскому время идёт то оно ползёт понимаешь то оно летит на крылышках вот а мы в этом времени живём и только диву даёмся как медленно ползёт и как быстро летит и всё это одновременно происходит счастливо счастливо в том тейзуре за пояс Wealth Rapid недвижен до 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 Продолжение следует...